В 2018 году в Карелии начнет действовать государственная программа «Этносоциальное и этнокультурное развитие территории традиционного проживания коренных народов». Она рассчитана на три года. Среди мероприятий проекта – проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов, выставок, направленных на развитие национального потенциала, языка и культуры коренных народов. На реализацию этой программы в текущем году выделят почти 4 миллиона рублей. Хотелось бы надеяться, что эта госпрограмма не оставит без внимания труд людей, которые не первый год занимаются сохранением и развитием национальных языков и культуры собственными силами. Как это, например, делает петрозаводчанка Татьяна Баранова. Методист Петрозаводского педколледжа в свободное от работы время переводит на родной карельский язык зарубежные и российские хиты. Наша съемочная группа узнала, трудное ли это дело и кто исполняет шлягеры на карельском. Студентка третьего курса нашего университета Анна Туркина – непрофессиональная певица, поэтому запись в студии для нее – испытание. С ним она успешно справляется. Композиция «Останусь» группы «Город 312» на карельском звучит необыкновенно красиво. Эти песни дают возможность еще раз показать людям, что карельский язык жив. Петь на родном языке девушку пригласила Татьяна Баранова, человек, который за три года перевел на карельский 16 иностранных и 66 отечественных хитов. Как выяснилось, современные российские песни не всегда легко переводить. Прежде чем переводить, нужно понять о чем. Что хотел сказать русский автор. Хотя иногда в русских песнях не очень много смысла, будем так говорить. Строчку надо чем-то заполнить, поэтому я вношу свой смысл в какое-то новое произведение. С проверенными временем хитами советской эпохи Татьяне Алексеевне работает легче. Переводы песен Татьяна Баранова размещают в ВКонтакте в группе «Поем по-карельски». Количество подписчиков незаметно выросло после того, как в начале января российский интернет взорвал альбом «Кукушка», куда вошли 13 композиций, в том числе и легендарная песня Цоя. Перевелась она не сразу. Перевелась после просмотра фильма «Битва за Севастополь». И тогда все получилось. В записи диска принимал участие известный музыкант Евгений Богданов. Инициатором создания уникального альбома стала общественная организация «Дом карельского языка», которая и выделила деньги для этого. Переведенных песен у Татьяны Барановой в шесть раз больше тех, что уместились на диске. Недавно спонсоры выделили средства, чтобы записать еще несколько композиций. Хорошо, если бы и республиканская власть помогла этому доброму и полезному проекту, который вносит конкретный вклад в сохранение и развитие карельского языка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!